всем большой привет и добро пожаловать в новое видео если вы также как и я любите фильмы ужасов и все что с ними связано рекомендую подписаться на мой канал вам здесь будет интересно если вы хотите увидеть камео самые известные куклы в кино или узнать что связывает этот фильм с фильмом бойцовский клуб то досмотрите это видео до конца устраивайтесь поудобнее наливайте чай кофе или что покрепче и добро пожаловать в отсылки и пасхалки фильма злое я очень люблю творчество джеймса ванна и всегда внимательно смотрю его фильмы никогда не знаю что можно заметить и чем больше я думаю об этом фильме тем интереснее он мне кажется и чем больше я не узнаю тем больше я становлюсь похоже вот на этого чувака в этом фильме очень много отсылок и омажей ко многим фильмам 80-х 90-х к фильмам в жанре джаллы из италии и даже к собственным работам джеймса ванна я вряд ли смогу упомянуть абсолютно все отсылки но я сделаю все что в моих силах джеймс ван буквально играть со своим зрителем и по ходу фильма постоянно показывает нам какие-то интересные мелочи как говорится дьявол в деталях ну вы поняли дьявол габриэл в этом фильме тоже называли дьявол ладно наверное одну из самых главных пасхалок этого фильма джеймс ван дает нам еще до того как мы начинаем его смотреть а именно в его название в оригинале фильм называется малыгнант что переводится как злокачественный что означает представляющую угрозу для жизни и так часто называют различные образования или опухоли можно сказать гэбриэл это злокачественная опухоль чем он по сути и является так и гэбриэл не развит самостоятельно и не имеет своих органов он напрямую зависит от питается энергией мэдисон прямо как паразит или опухоль он поглощает ее силы и растет за ее счет и впоследствии вообще полностью овладевает ее телом поэтому первая улика уже в названии фильма действия фильма начинается в научно-исследовательском госпитале который расположен на отшибе холма и выглядит как готический замок где живет злодей или доктор франкенштейн даже окна излучает зеленый цвет и тут буквально не хватает таблички здесь живет зло традиционный зеленый цвет связан с чем-то злым или всегда является цветом антагонистов поп-культуре возможно поэтому в этом готическом центре именно зеленое освещение дальше мы переходим к другой сцене знакомимся с доктором уивер и как мы знаем у каждого уважающего себя злодея из фильмов ужасов должно быть оригинальное орудие убийства и выбор гэбриэла пал на трофей которую мы видим за спиной у доктора если перевести надпись на трофей то она гласит за достижения в хирургии именно поэтому гэбриэл и выбрал этот трофей очень символично так что орудие убийства и даже имя убийцы нам преподносит уже в первой сцене фильма но к этому трофею мы еще вернемся следующей сцене где гэбриэл общается с медперсоналом через радио мы можем заметить детские рисуночки на стене возможно их рисовала мэдисон она явно училась у лучших офигенные рисуночки круче только вот эти и мне кажется я заметила нечто интересное джеймс ван во все свои фильмы включает камео билли будь это граффити на стене в смертельном приговоре рисунок мелом на доске в астрале или даже целая кукла в мертвой тишине может быть я сошла с ума но мне кажется что это билли из пилы уж очень сильно этот рисуночек похож на билли его румяные щечки стильная прическа и нож теперь перейдем к титрам фильмов которых тоже можно заметить много чего интересного если вы смотрели фильм внимательно они ковырялись в носу или не пытались открыть пачку чипсов то вполне могли разгадать главный сюжетный поворот этого фильма нам показывают операцию по удалению чего-то помимо этого вставляется рентгена головного мозга имя субъекта гэбриэл мы видим некие части тела которые пытаются удалить также можно заметить что нечто манипулирует электричеством и может разговаривать через радио мы видим самого гэбриэла и нам даже сообщается что кто-то был рожден с двумя головами ну и можно догадаться кто главная героиня но еще мы видим что гэбриэла считает не просто за нечто дополнительное но за отдельного пациента написано что он даже атаковал одного из других пациентов еще можно прочитать что мать отдала детей на попечение госпиталя ну и конечно же нам демонстрируется как что-то пытаются отрезать и даже написано имя пациента которая звучит как гэбриэл также упоминается имя пациентки эмили мы и таким образом складывается впечатление что идет речь об операции по разделению близнецов еще один интересный факт заключается в том что девушка которая работает в полиции появляется на каждой сцене расследования преступления и постоянно подкатывает к детективу шоу на самом деле жена джеймса ванна ингрид бису которая не только снялась в фильме но и выступила с автором сценария и джеймс ванн утверждал что именно она предложила ему идею фильма которая пришла к ней после чтения неких различных медицинских сводок а позже джеймс уже развил историю для полноценного фильма это не пасхалка а скорее просто занимательный факт на протяжении фильма режиссер буквально прямым текстом говорит нам что произойдет и раскрывает сюжет через небольшие детали и в сцене где мэдисон вернулась домой и и начинает преследовать видение и кажется что в доме кто-то есть и когда она забегает в свою комнату и запирает дверь она говорит все в моей голове это джеймс ванн прямым текстом сообщает нам о главном сюжетном повороте фильма то же самое можно проследить и в начале фильма когда мы как зритель видим воплощение гэбриэла в первый раз и в моменте когда мэдисон убегает от него и пытается закрыть дверь мы видим что на самом деле ее никто не атакует а с другой стороны двери просто никого нет при повторном просмотре многие сцены обретают дополнительный смысл ну просто в лучших традициях финчера это можно проследить в саундтреке фильма который тоже является важным аспектом главной музыкальной темой является кавер на песню группы пикси из песня where is my mind что в прямом переводе означает где мой рассудок это же песня только в оригинале было в саундтреке фильма бойцовский клуб и спойлер-алерт если вдруг не смотрели бойцовский клуб то в конце фильма выясняется что тайлер то бишь брэд пип на самом деле это сегмент воображения эдварда нортона и мне кажется именно поэтому они решили использовать эту песню чтобы в каком-то смысле повлиять на подсознание зрители причем фильме не звучали слова а лишь музыка и сложно было сказать сразу что ими что это именно кавер на песню но знакомые нотки буквально заставляли меня испытывать чувство дежавю я никак не могла понять где же еще я слышала эту мелодию по сути злое и бойцовский клуб каком-то смысле фильмы про раздвоение личности и потери контроля на собственным телом и у этих фильмов больше общего чем может показаться гэбриэл очень любит общаться через радио но не всегда делает это собственным голосом гэбриэл также любит общаться и через музыку сцене где мэдисон находится дома и готовится к стирке по радио можно услышать песню она называется your painted smile ее исполнил бриан фэй кажется сначала что это просто музыка на фоне но если слушаться в ее слова мы заметим нечто очень интересное в ней прямым текстом поется i'm lost inside babe что переводится как я потерян внутри я внутри именно в этот момент начинает мигать лампа и у мэдисон явно болит голова и мне кажется таким образом гэбриэл пытается общаться с ней подать ей знак и это очень крутая деталь теперь давайте на минуту вернемся к трофею тире орудия убийства сама сцена где гэбриэл в своей мастерской это явно отсылка к сцене демона из астрала и пока демон точит свои когти гэбриэл кует свой кинжал возможно эта же сцена является еще и отсылка к другому фильму джеймса ванна смертный приговор уж больно похоже друг на друга мастерская гэбриэлла и офис джона гудмана еще одна ссылка к астралу это граммофон короток сильно выделяется на фоне других предметов на столе у доктора уивер это явно тот же самый граммофон который был у демона в астрале давайте обсудим какими фильмами скорее всего вдохновлялся джеймс ванн создавая злое наверное самое очевидное для меня отсылка это фильм звонок даже действие обоих фильмов происходит в сиэтле поэтому всегда присутствует мрачная атмосфера холодный синий зеленый цвет и часто идет дождь также присутствует элемент видеокассеты ну и образ гэбриэл очень сильно напоминает образ самары или садака из японской версии даже каждое появление гэбриэл а на экране сопровождается статическим шумом и звуком как из звонка а его манера движения постоянный хруст костей звуки которые явно были позаимствованы из фильмов серии проклятия ну и конечно же прическа каяку в одном моменте гэбриэл даже звучал почти как тошио теперь обратите внимание на эту сцену когда смотрела эту сцену в первый раз то я ожидала какого-то резкого момента или джамп скэра чего-то появляющегося за главным героем зеркаль как это часто бывает во многих ужастиках это момент когда мэдисон общается с гэбриэлом по телефону и в этот же момент мы видим ее затылок в отражении зеркала то есть эта сцена символизирует что гэбриэл находясь у нее в голове общается с ней и мы как зритель можем тоже это заметить но смотря в зеркало еще одна деталь которую я заметила это сапоги в этой сцене на гэбриэль были длинные черные сапоги очень похожие на те что были потом и на медисон совпадение не думаю ну и последняя деталь на ноутбуке детектива шоу можно заметить эмблему другого фильма джеймса ванна аквамен возможно он просто фанат аквамена ладно нормальный был аквамен мне даже он понравился едва уловимый шум лампы в конце фильма это либо намек на продолжение либо некий эквивалент волчка из начала но у меня на этом все мне кажется это очень странный фильм который является смесью различных жанров из меня тон повествования несколько раз это конечно не лучший представитель жанра ужасов но он определенно заслуживает внимание мне кажется в этом фильме много интересных отсылок и омажей скорее всего некоторые из них я просто не успела упомянуть но возможно я сделаю вторую часть если кому-то это будет интересно а что заметили вы возможно я что-то упустила и большое спасибо за просмотр всем пока а